Вот это рулоны газетной паперы. Каждый вагой не делал 400 килограммов. За месяц «Полисдруг» выкористовывает до 500 таких рулонов, лепшика прикладу, який свечится об объемах выполненных работ и сносина по натяжка. Акционерное товариство «Полисдруг» мая больше 90-х годовых историю. Сегодня оно самое великое полиграфичное предприятие Хомельской области, на яким вырабляется свыше 150 видов друкованной продукции. Амаль треть объема «Полисдруг» – это кетки с знаменениями продукции промысловых предприятий в Беларуси, плюс книги и отрывные календары. Сегодня вырабляют их только у Гомеля. Что это часа газет, то минавито тут друкуется областная, а так само все городские и районные выдания, плюс советская Беларусь. Могли б, кажусь, друковать и иншие республиканские газеты, але их таражи для Гомечной не вельми значны, а тому по экономичных причинах это невыгодно. Хоть все махчимости есть, неде шесть годов тому тут провели модернизацию в творчестве и теперь могут задоволить любого заказчика. До речи, разовый тараж районки на полиграфичном предприятии сегодня могут надруковать усягу за 10-15 хвилин. Многие перешли на нашу производство в связи с тем, что мы тот же речица, тот же жлобин и смогут печатать. Так и газеты цветные на сегодняшний день. И до 20, а то и 32 полос только мы можем печатать. Предприятие «Топография Белдруг» можно привести в якости приклада подспехового державно-приватного партнерства. С 2003 года оно займается в отпорчастью самой разностайной полиграфичной продукции. От спортивных афиш и запрошений на официальные мероприятия до науковых выданий и в уличных вывесок. Тут же, до речи, часто друкуются дипломы и грамоты розного узровня от областных до узнагород предприятий. Великие объемы тут не размещаются, это хоть эксклюзивный товар, а то, что может быть экономично невыгодно для того, что полез друку, приносить прибыток невеликому приватному бизнесу. После ляки мрази, это ранее, гамечане шукали партнеров у столицы. Зараз ситуация совсем иншая. Качество сравнимое с Минским, абсолютно. Скорость производства, качество, все сопоставимо с Минским, и мы ничуть не хуже. Олег Синтеров, Дмитрий Родзянко, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель».